Еще в 2019 году была создана программа по маркировке продукции под названием «Честный знак». Ключевой цель ее создания стала борьба с некачественными продуктами, а также с подделками. Сначала маркировки подвергались лекарства, а затем она распространилась и на остальные товары, такие как одежда, обувь, парфюмерия. Ежегодно список товаров обновляется и пополняется. На сегодняшний день для проверки доступны следующие категории. Лекарства, молочная продукция, вода, обувь, табак, товары легкой промышленности, духи, туалетная вода и многое другое. С одной стороны, потребитель получает однозначно легальную, хорошую, качественную продукцию. Он уверен в сроке годности, он уверен в происхождении. С другой стороны, дополнительное введение этих систем, естественно, включает за собой трудозатраты, финансовые затраты, что перекладывается так или иначе на потребителя и немножко повышает цену. Понятно, что в момент внедрения этой системы возможен рост цен, но потом, когда это все, простите, устаканивается, то, естественно, и цены будут выравниваться. Как же можно проверить качество товара с помощью сервиса госуслуг? Каждый производитель или импортер маркирует продукцию цифровым кодом «Честный знак», похожий на QR-код. Покупателю необходимо его отсканировать, нажав на госскан в мобильном приложении портала государственных услуг. Сервис выдаст один из трех результатов. Зеленый, что говорит о том, что товар качественный. Серый, продукция продана. Красный, есть какие-то нарушения или велика вероятность, что товар подделан. Если описание продукта на экране вашего телефона не совпадает с надписями на этикетке, можно отправить письмо в приложение «Честный знак» о соответствующем нарушении. То есть при производстве определенным образом в упаковку зашифровывается информация о товаре, и, соответственно, эту информацию, конечно, подделать можно, но она, поскольку на упаковке уже есть, то ее оттуда никто не сотрет. И поэтому, если вы подходите к товару, видите, что на упаковке действительно присутствует такой вот знак, то вы можете быть уверенными, что та информация, которая получится при считывании этого знака, она будет правильной, корректной. Большим преимуществом данного сервиса является удовлетворение потребностей каждой из сторон. Для производителей маркировка способна поднять конкурентноспособность бизнеса и уменьшить издержки. Потребители, благодаря наличию цифрового кода на товаре, осведомлены о его качестве и подлинности, а значит, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Государство же борется с серым рынком, повышает количество доходов от налогов и таможенных сборов. По словам экспертов, госскан от госуслуг – это продолжение развития программы маркировки «Честный знак». Это эффективная мера, позволяющая контролировать качество продукции и удовлетворять потребности всех участников рынка. Дарина Кудренова, Кристина Отёкина, Александр Кузнецов. Универ Ньюс.